здравствуйте уважаемые зрители подписчики нашего канала с вами кфх герифорд сейчас после того как дима выложил видео насчет порчи в рулонах сенажа пошло много вопросов о том а почему бы не заготавливать сенаж в яму в траншею в курган и насколько это лучше по сравнению с заготовкой в рулоны этот вопрос часто возникает и люди помнят еще опыт советского союза и хотят заготавливать именно так и многие имеют опыт в больших хозяйствах и сейчас так многие хозяйства заготавливают корма но сейчас могу вам рассказать почему это не так как снаружи кажется как говорится и вот стоит вопрос как заготавливать корма все-таки в рулоны сенажа обматывать потом пленкой или в яму траншею курган и трамбовать трактором вот под и один и второй способ заготовки кормов требуется определенный набор техники и когда вы себе принимаете решение как вы будете кормить своих коров вы должны как раз вот этот выбор сделать и придерживаться его на как говорится наверное на долгие годы вперед расскажу об одном и втором варианте я уже про это рассказывал но расскажу еще раз чтобы было четко понятно и каждый для себя принял то решение которое ему подходит смотрите задача стоит задача заготовить корм по типу как сенаж чтобы вы понимали что такое сенаж а что такое силос сенаж это трава это кормовая трава это может быть люцерна клевер века овес любые разные травосмеси рожь скошенная в стадии до калашения и луговые травы могут быть использованы на сенаж и вот вот эти травы должны быть подсушены дать до влажности примерно 55 процентов но я скажу это примерная влажность ну влажность ну вот вот как вот это я не знаю вот то есть короче трава должна быть подвяленная по виду я уже четко знаю какая она должна быть приборами мы все время мерили и все время это было не так просто а так что эта масса должна быть подсушена но смотрите если считается что только скошенная трава имеет влажность примерно 75 процентов то вам нужно подсушить ее до 50 55 процентов вот такая влажность должна быть у сена влажность 17 процентов вот вам общий расклад по влажности чтобы вы понимали как внешне выглядит трава подсушенная до той или иной влажности так вот если мы заготавливаем корм наша задача его сберечь то есть обеспечить его хранение на весь стойловый период и дальше и больше как говорится достигается это фактически только одним способом всяческими способами выдавливанием воздуха из меж травяной массы использование консервантов биологических или химических которым покрывается корм во время приготовления во время хранению и таким образом предотвращение процессов окисления которые идут внутри вот этих вот вот этой травяной массы и таким образом сохранение всех питательных веществ которые имеются в корме которые нужны для использования на корм скоту продуктивному скоту я бы даже добавил высокопродуктивному скоту сено какое бы оно ни было хорошее мало отвечает таким качеством чтобы кормить им высокопродуктивный скот потому что сено изначально когда она высушивается до температур до влажности 17 процентов много очень питательных веществ она теряет поэтому считать это кормом для высокопродуктивных коров нельзя это только корм который может быть для сухостойных коров для телят для мясных коров и быков не обязательно еще с подкормкой чем-то если мы говорим о мясном направлении но говорить о том что на сене можно получить хорошие надои я бы не стал ну по крайней мере у меня такого лично у меня такого опыта не было так вот теперь переходим то есть я обозначил задачу заготовки любого вида корма то есть все это определяется его сохранность его сухостью 17 процентов а в сенаже и в силосе фактически определяется сохранность тем насколько хорошо мы вы выдавили грубо говоря воздух из травяной массы теперь как выдавить воздух из травяной массы вот как раз здесь мы приходим к различию способах заготовки кормов или мы прессуем эту массу в пресс-подборщики и получаем вот такую вот прессованную массу которая плотная очень ну каменно плотно вот я сейчас вам стучу поэтому буквально камень просто или делаем то же самое прессование колесами трактора или специальными насадками на трактор в кургане яме или в траншеи значит чем вот эти способы от между собой технологически и фактически отличаются здесь вопрос опять-таки в том какой то результат хочешь получить смотрите значит силосное кормление то есть кормление массой которая влажная а ну а ну что такое силос в отличие от сенажа силос это фактически только скошенная масса которая сразу же измельчается при помощи корма заготовительного комбайна или прицепного или самоходного и бросается в прицеп с наставными бортами такой но есть разные прицепы привозится к месту хранения выкружается в эту яму или в курган или в траншею и прессуется тяжелой техникой ну тракторами типа к 700 т-150 ну некоторые прессуют дт хотя у дт не такой не такое сильное давление но только сама масса трактора 7 тонн поэтому позволяет можно работать и трактором дт значит и вот это прессование происходит колесами нужно ездить в одну колею потом чуть-чуть сдвигаться еще раз еще раз еще раз и вот так вот происходит трамбование этой массы именно силосной массы то есть получается что мы скосили при силосной силосном способе заготовки то мы сразу привезли и сразу трамбуем в чем проблема проблема в том что у нас как как ни крути мы заготавливаем очень влажную массу вода которая находится и соки вот эти травяные которые находятся в этой массе они способствуют уже процессу ферментации по другому пути и там вырабатывается может вырабатываться большое количество кластридий то есть вот этих вот бактерий которые потом вредят изготовлению сыров и сыровары как правило не покупают молоко в хозяйство в которых используются для кормления именно силос понятие силоса еще честно связано с кукурузой но я бы сказал что силос можно заготовить из любых трав кормовых если они сразу прессуются в яму фактически это силос это не сенаж потому что сенаж требует подвяливания чтобы эта масса была ну такая сухая в при заготовке сенажа при заготовке ну давайте силосом закончим уже чем хорош силос для заготовки в траншеи в ямы в курганы он хорошо прессуется то есть влажная мелко измельченная масса легко ну довольно легко прессуется колесами трактора или специальными катками и может быть спрессована для того чтобы удалить весь воздух чтобы предотвратить процессы окисления какие проблемы при таком способе заготовки проблема только состоят в том что во первых у вас должна быть забетонированная площадка или траншея которая если делать ее по уму стоит довольно дорого второе вам нужен набор техники для такого рода работ вы должны и прессовать и делать это тяжелыми агрегатами следующий момент у вас вы должны весь объем это этой силосной ямы фактически забить закрыть утрамбовать в очень короткие сроки то есть есть у вас например четыре сухих дня нужно все это сделать не допуская нагрева этой массы быстро прессовать ее накрыть тут же пленкой пленку прижать покрышками очень плотно накрыть сеткой для защиты от птиц и вот так вот все сделать в это время у вас не должно быть ни дождей не каких-то перерывов в работе вы должны работать постоянно для этого нужно образовывать технологическую цепочку доставки силосной массы с поля тут же на месте где идет трамбовка до должна быть техника для разравнивания массы и и трамбования техника во время работы не должна заезжать в такую грязь она должна ездить все время по бетону или по расстеленной соломе по чистому чтобы не занести в массу грязь потому что тогда вообще будет эта беда с кормом я скажу что заготовить си такой силос в яму или траншею или курган это тоже не непростое дело как бы оно не казалось вроде бы простым снаружи это непростое дело и она при определенных объемах требует хорошей организации труда и наличие трудовых ресурсов и техники специализированных прицепов техники тяжелые для трамбования можно и маленькими тракторами трамбовать но это будет долго и тяжело а у нас задача как я говорю сделать все в короткие сроки между дождями и боль и случай когда быть довольно большие хозяйство организовывали такого рода работу и губили урожай который заготавливали ну с ограниченного количества полей то есть поля второй раз уже не вырастут не успевают до осени и этот весь и корм пропадал потому что допускались ошибки или допускали нагрев массы в больше там 36 градусов или допускали перерывы которые вызывали потом пропажу или попадали под дождь или не использовали консерванты и так далее в любом случае короче получались спос случаи такие когда хозяйство оставались без кормов теперь перейдем к вопросу что такое сенаж и не как его можно заготавливать значит сенаж тоже можно прессовать в яму траншею курган но с одной большой проблемой чтобы вы понимали мы говорим что силос это только скошенная мелко измельченная масса привезенная на место хранения оси наш это скошенная и подвяленная масса до влажности 55 процентов то есть мы должны ее еще высушить и сухость вот это все ноже является основой того что пол мы получаем с одной стороны корм в котором нет вот этой воды текущей из силоса и как и силоса и мы с другой стороны мы сохраняем листики цветочки то есть то все что осыпается как правило при заготовке сена когда это все высыхает до влажности 17 процентов мы его прессуем с пресс-подборщиком во время работы пресс-подборщика он крутится и все осыпается вот в сенаже этого нет в сенаже все сохраняется поэтому для самых продуктивных вариантов кормления подходит фактически сенаж я на собственном опыте мы убедились что в принципе погоду по нашему стаду айширскому мы доим в стадии 40 голов примерно доится в круг погоду я убираю коров которых сухостое в запуске вот погоду доится примерно 40 коров и вот мы доим на каждую голову погоду не по периоду лактация вот в общем то берем год сколько мы до или в год с одной головы в среднем и мы считаем у нас получается надой около 22 до 25 литров на голову в сутки то есть как бы надой хороший и он образуется на сенаже значит теперь почему сенаж не рекомендую я прессовать в кургане яме и в траншее одна причина когда он более сухой вы не сможете его утрамбовать настолько чтобы он в был вытеснен весь воздух то есть ну вы представляете себе любое такое сухое сухая масса ну солома представьте вы нажимаете рукой она пружинит и и вот так будет у вас и сенажом вы будете ездить по этой массе а он будет все время подпрыгивать грубо говоря вы не сможете его настолько хорошо утрамбовать значит получается сенаж можно спрессовать с вытеснением воздуха фактически только принудительно в специальной камере которую делает пресс-подборщик вот как вот тот рулон который вы видите на протяжении всего моего рассказа то есть здесь очень плотное расположение массы травяной между собой здесь мало воздуха и естественно такая масса не набирает воздуха не окисляется и не пропадает если она обмотана пленкой значит поэтому поэтому и получается корм очень высокого качества при использовании пресс-подборщиков и при заготовке корма сенажом кормление сенажом по нашему опыту уже более пяти лет наверное мы занимаемся молочным направлением и как бы из нашего молока сыровары делают хорошие сыры и все у них получается то есть в этом направлении нареканий нет значит но получается заготовить сенаж возможно реально только при помощи пресс-подборщика и конечно тогда у вас в цепочке технологической заготовки кормов должен быть пресс-подборщик который может работать по сенажу рулон такой сенажа весит примерно 550 килограмм у него диаметр около метр тридцать у нас пресс-подборщик кроны комприма 155 и он может делать рулоны разные вот это сенаж 130 я делал солому делал 150 вот и получается вес рулона довольно большой какое есть преимущество заготовки сенажа при помощи сенажа в упаковке по сравнению с заготовкой сенажа в яму траншею курган самое главное преимущество я считаю это гибкость то есть мне не нужно забивать какой-то объем ямы кургана и делать это в очень сжатых напряженных сроках то есть я могу в день заготовить скосить какую-то часть поля и его обмотать запрессовать и обмотать в пленку все завтра дождь ну и ладно все я прекратил эту работу после дождя я ее возобновляю я не должен ну по фактически я не сильно переживаю про дожди потому что мне не нужно сушить эту массу до состояния сена потому что мне хватит одного-двух дней чтобы эта масса подвялилась и после этого я ее могу обматывать в прессовать и обматывать пленку заготовка сенажа в пленку позволяет мне в случае необходимости продать часть кормов и компенсировать стоимость пленки что сделать из сенажной и из силосной ямы не так просто потому что силосную яму если я раскрываю гружу какой-то ковшом эту массу в какой-то кузов какой-то машины привожу его в хозяйство там его высыпают а он начинает портится со временем в отличие от этого сенаж намного дольше сохраняется и на морозе фактически если эта температура минусовая он с одной стороны он не замерзает потому что он довольно сухой а с другой стороны он не так портится время вообще не портится на минусовой температуре он начинает портится только при плюсовой температуре но если вы его полностью разгребете он просто высохнет и превратится в очень хорошая сена и не испортится вообще даже при плюсовой температуре то есть сенаж нам все наш в упаковке нам позволяет делать просто торговать кормами для того чтобы заработать деньги и компенсировать свои затраты на покупку вот этой вот пленки которую мы тратим для обмотки сенажа да для этого вам потребуется и пресс-подворщик который работает по сенажу и обмотчик обмотчики вы наверно уже знаете бывают двух типов бывают которые обматывают рулоны индивидуально то есть каждый рулон друг с друг отдельно друг от друга обматывается со всех сторон и вот так вот как у нас обматывается в такую вот сосиску это скоростной обмотчик он обматывает рулоны которые поступают в него один за одним кладутся трактором и обматываются по ходу для небольших хозяйств на мой взгляд технология заготовки сенажа в упаковку фактически это наверное единственный такой способ эффективно использовать небольшие урожаи имеющихся трав и кормить коров и получать хорошие надои при этом и при этом не иметь тяжелую технику и большое количество тракторов прицепов и кормозаготовительных комбайнов прицепных или самоходных для того чтобы заготавливать эту массу вот вот мое мнение на этот счет и по сравнению с сеном вы получаете совсем другой на порядок лучше качество корма и на порядок лучше удои и самое главное ну вы повышаете эффективность своей работы вот и все поэтому я бы рекомендовал именно сенаж в упаковке многие мне возразят насчет стоимости пленки до стоимость пленки довольно высокая пленка рулон пленки размером 750 миллиметров и которого хватает при обмотке на индивидуальном обмотчике на 16 18 рулонов при обмотке на скоростном обмотчике хватает на 36 рулонов сенажа такой рулон пленки стоит стоил раньше около восьми тысяч рублей сейчас стоит около 14 ну от 11 можно сказать до 15 тысяч рублей но если вы пересчитаете на один рулон это конечно стоимость будет довольно высокая это может быть 400 500 600 рублей но она того стоит потому что вы получаете ну корм который на порядок лучше чем если бы вы заготавливали сено значит ну и я повторяю как мы выкручиваемся заготавливая корма хорошего качества у нас есть на них спрос мы можем продать часть кормов и этой стоимостью мы не зарабатываем фактически деньги а окупаем стоимость пленки и таким образом пленка для своего хозяйства нам обходится ну не бесплатно но в счет стоимости наших продаваемых кормов что нас очень устраивает поэтому я вот все-таки небольшие хозяйства рекомендую сенаж я еще скажу по опыту тот кто покупал у нас сенаж отзывы такие что они повышают надои заметно по сравнению с кормлением сеном и коровы очень хорошо подъедают этот корм то есть он фактически не остается и не затаптывается то есть поедаемость высокая и скорее всего из-за этого тоже надои повышаются поэтому мне кажется что это эффективный способ как раз кормления коров мы заготавливаем сенаж уже несколько лет наверное это уже пятый год или может шестой даже и в принципе у нас вариантов других для себя пока мы не видим можно попробовать мы хотели бы попробовать может заготавливать в яму или курган но это только при наличии каких-то излишков и для для пробы чтобы мы заготовили а еще самый главный момент фактически испортить корм в упаковке заготовить сена чтобы он испортился ну это надо еще очень постараться честно говоря у нас такого фактически не бывало то есть если вы в кургане или в траншеи или в яме испортите какое-то огромное количество корма заготовлено на всю зиму то здесь испортить корпус практически невозможно как мне кажется поэтому если вы нормально его нормальным количеством слоев обмотаете если вы еще вот как мы видите сверху укроете защитой от птиц или сетка или вот такой пленкой то фактически вам обеспечено что вы будете с кормами вот это вот очень для нас важно чтобы мы были с кормами потому что если вы лишите себя кормов тем что вы не так неправильно заготовили корма даже при наличии техники потому что вы все потратили сколько усилий для того чтобы эту яму набить кормом и трамбовали там как-то старались а в результате у вас весь корм испорчен и вы потом еще целый год фактически работаете только на корма покупая корма и фактически ничего не зарабатывая это большая беда поэтому я вот корм заготовку сенажа в упаковке именно рекомендую как гарантированное получение кормов каждый год независимо от того какие будут и погодные условия и наличие времени и наличие большого количества техники вот представьте себе мы заготавливаемся наш зимой фактически вдвоем я поехал скосил подождали один день он подсох ну смотря как какая трава если злаковая трава то можно в тот же день уже начинать ее прессовать если это люцерна или клевер то желательно подождать на следующий день это делать ну косим мы косилками у нас косилки беркут захватом 3 5 или 3 2 метра с плющильными агрегатами сзади и вот этими косилками мы косим и потом дожидаемся в волке ну граблями если нужно сгребаем дожидаемся чтобы она подсохла и на следующий день я иду с прессом прессую приезжает дима сын и спрессованные рулоны грузит на вот эти прицепы и везет сюда в хозяйство где сам бросает их в скоростной обмочек и он их обматывает делает вот эту сосиску вот которая у нас получается из сенажа но это сосиска зерна это маленькие видите это зерно у нас так упаковано для стенаж более большие сосиски вот привозят сюда и сам их обматывает потом приезжает ко мне и забирает следующую партию обмотанных мною напрессованных но рулонов сенажа все таким образом работая только вдвоем это тоже очень важно мы можем сыном заготовить мы пробовали ну что-то у нас получалось больше 100 рулонов в день мы могли заготовить но представьте себе если нам на наши 100 голов нужно примерно 2000 рулонов в сезон с учетом даже продаж каких-то то мы можем за 20 дней заготовить кармана весь наш скот ну и тем более при этом мы это делаем не не в таком аврале а потихоньку работая ну каждый день может быть каждую неделю может быть и между дождями выбирая погоду и так заготовить их самой лучшей фазе ну вот вот эти вот все моменты нюансы я рассказал я их уже рассказывал но надеюсь что повторение мать учения и еще многие наши подписчики появились и не не видели старое видео не пересматривают хотя я всем рекомендую открывать наш канал смотреть старое видео и находить для себя те вопросы которые мы раскрывали которые вам нужны вы всегда что-то найдете я в этом не сомневаюсь всего всем доброго до свидания подписывайтесь ставьте лайки рекомендуйте наш канал другим зрителям популяризируйте его я надеюсь это будет вам и вашим знакомым полезно всего всем доброго до свидания до свидания до свидания до свидания